Смертельная левая полоса. Сразу трое детей оказались под колесами одной иномарки. Хендагет снастиг школьников на пешеходном переходе улицы Королева. Одним из пострадавших оказался 9-летний мальчик. В состоянии комы второй степени его доставили в реанимацию БСМП. Подробности в следующем сюжете. Трое детей. Он врезался в трое детей. Звук был нереальный. Авария произошла в 10 минут шестого, в самый час пик. По словам одних свидетелей, дети побежали на красный сигнал светофора. Другие утверждают, что горел еще зеленый свет в тот момент, когда их сбила иномарка. Дети все-таки начали движение на желтый. И он все-таки, я думаю, хотел проскочить на желтый. И у него скоростной режим, конечно, был жуткий. Он летел, но я, конечно, не специалист, но я думаю, не меньше 80, а то и 100. Согласно статистике, большинство наездов на пешеходов происходит на крайнем левом ряду. Из-за стоящих машин водителя просто не видят переходящих дорогу людей. Так произошло и на этот раз. 36-летний водитель на желтом Hyundai Getz утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора. Рядом с ним двигалась Киа Спектра. Она смогла увернуться от бежавших детей. Ему же это не удалось. Сразу я остановил две корицы скорой помощи, отправил детей в больницу. Состояние детей какое? Один мальчик был очень тяжелый, а второй ребенок тоже тяжело, но более-менее. О силе удара говорит хотя бы то, что кроссовок одного из мальчиков отлетел на несколько метров. Второклассник Игорь сейчас находится в коме. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Но динамика положительная и есть все шансы на то, что он очнется. 13-15 лет дети после осмотра врачей, исключения мозговой травмы, со скелетными травмами нижних конечностей были направлены на долечивание в Закамскую детскую больницу, амбулаторно и стационарно. Сейчас следователи выясняют, на какой свет все-таки дети перебегали дорогу. Именно от этого зависит степень виновности сбившего их водителя. Точку в этом деле поставит суд. Кирилл Ерофеев, Эльнар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны. Ближе к вечеру стало известно, что маленький пациент вышел из комы. Новосостояние сейчас остается стабильно тяжелым.